Как давно я у вас не была. Вы меня памятаете? Памятаю. Я приходила до вас на мастер-классы в Палац культуры. Ой, кольки работ у вас новых з'явилось, а вы на скалисте учили роспису по шкле. Вот эту работу я памятаю. Ой, вось гэту памятаю, якая нацедруная. Мария Николаевна, а вось находайте нам в продуктах этого вида мастерства. Ой, это время текало. Так, вот глядите, какая привожая такая размалевка или малеванка на шкле. Вось таким малеванием займались они после войны отразу. Это было вельми модно ему, таки вид мастерства. И носили, их малевали. Мы не ведаем. Я еще не ведаю, кто у нас салява подружанщины. Али гэтакие малюнки я бачила у кожной хате и не по одному малюнку. Гэтакие котики основным были там для детячих куточек, або на кухне. А уже у спальни такие размером большие. И там уже были не котики, а были кветки, голубки и лебеди. Ну как они сами ведаете, какие сюжеты. Вот. И в самом червеном будке, коли заходишь, так само висела икона. А поотдаль портреты, еще как есть портреты, там помню были все. И вот такие малеванки, так само, разные-розные бачила. И еще, ось у меня такого нема, чтоб показать, так, як я бачила. Ну, али приблизно я могу показать ваших друзей эту работу, да. Так, потремай трошки. Альку завалила. Так, вот, наприклад, вот такая вот малеванка у меня есть, да? Вот. Эта иконка, это не я малевала. Эта вставлялися, тады вставляли так само, ось, ну, такие готовые иконки. А до фотоздымки были, тады альбомов не было, а фотоздымки вот так вот помещали. И были на черном фоне, на червеном фоне, на голубом, ну, на разных. И, в общем, таких было столько малеванок, чтоб просто очи не оторвать. И в каждой хате разные. И кому, какие подавались, ось, может кто там не варчит, так. Ось тут иконка вставлена. Это не рисована, а это вставлено с календаряка. И такие, ось мне, на вот тут те перешний час, вот соседи у меня тоже дают с календаряка, вырезают вот такие, и дают мне. И я на шкле вот вставляю вот эти их картинки, ну, и эти иконки, и молю ее, ось так. То можно уже такие ознасти и в домах у наших, ну, мои вёстцы. Вот. Рисуются вот так вот. Ну, конечно, у каждого мастака свой почерк. Я вот свои, например, ось так бачу. Я просто была зачарована этим мастарством. Так. И еще можно было. Малевали, вот так, и кто умел, малевали на шкле и молевали иконы. Это уже сама молевала вот эту. Так. Вот. А я прочитала в гурнале, где-то некогда мне попалось такое про эти малеванки, что такие вот моленые, кто сам молевал, да, их у церкви не можно. Ни вышиванных, ни этих малеванных некогда в церкви вешать. Там собранные мастаки молюете, иконописцы, все. А такие иконки можно вешать в придорожных церкушках у небольших, где-то у себя, у Анастасии. Многие просто вот так, ну, вдарятся друг другу вот так. Ну, я видела, например, в слоне я была, там такие, ну, у меня немножко такие смешные показались какие-то, ну, не скажу, что уродливые. Ну, ну, знаете, как молевали. Как могли, так молевали. Но такую же церковь не повесишь, это факт. Ну, там уже она для себя повесили, им нравится, и они так, ну, ну, значит, так можно. Мария Викторовна, а расскажите нам, пожалуйста, как у вас это все началось, и какими были первые ваши работы? Ну, вот такие котики голубкие были первые. Потому что я хотела, чтобы не забыть, чтобы оно как-то... Я ж не сексовывала полностью, я так поглядела. Ага, два голубкие, один выше, другой ниже. Тут на его сигаринце. Это вы же памятные с датинством. Ну, да, да. Там, ну, нельга была, я, знаете, что у Кату, ну, нельга была. Пройти, как не глянуть на этой маленькой. Отразу. Это даже как обереги, я вроде, вот некоторые про обереги эти кажут. А то заходишь, только дверь открываешь, и тут хоп, а блестит. Тут так. Все, если даже и плохие были мысли, или что-то там, даже забыть, что пришла в Кату. Так вот, можно даже подумать. Ну, это, ну, так, завораживая. И это букеты такие. Ну, много я бачила однольковые. Значит, какой-то художник писал, ну, целую серию. Такая корзина, и там маки, там, или ружи, да. И много их уносит. Знаете ж, вот такие вот эти картинки. И, как я бываю на выставках, наваться границы. И то, о-о-о, начинают вспоминать у бабули, о-о-о, там где-то бачили такое. Думаю, значит, оно было везде. Не только у нас тут. Ну, границы художники ходили от хазы до храты. Ну, да. Да, так само, как и диваны малевания. Вот я бачила и диваны, но много сама еще не малевала. Думаю, они... Ну, если только на выставку как нам малевать. А так никому же не треба, да. И еще такие малюнки, то еще да. Вот как-то заехали мы на одну выставку, и у меня прямо всю коллекцию, сразу, из Варшавы была там жанчина, пришла и все, сразу купила. Я гуляла там три дня, думаю, вот так. Доброе, что там пошла работать. Я гляжу, что у вас явился такий прихожий куфар. А скажите, что там находится, откуда он у вас? И кто размалевал его так прихожие с красками? Ну, что я хочу сказать. Куфры – это так само таки атрибут у каждой хати его можно было бачить. Так само, как это, я имею в скрыне эти, да. Но я хочу сказать, что вот, если у католиков они голубые, волошковые, да. У татар зеленые, у нас почему-то те рыжие. Вот, не знаю, червоных не бачил нас, чтобы настоящие червоные. А так, ну, половой краской, ну, рыжие мазали. Кто просто флендровку робил. Вот тут я намалевала, вот эти вот эти плаги, да. А то расческой вот так вот брали, краской свежей покрасишь, расческой вот так вот. Раз, 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 и получались эти узоры, да. Вот так вот робили, да, так украшали. И у нас вельми таких размалеванных я не бачила. Вот шорошевые, шорошевские куфры, там, кажется, было бы творчество этих куфров. Там есть малеванные, но не такие, а то, что трошки попроще. Вот, ну, подобное нечто такое. Ну, а это мне уже просто захотелось, потому что детская студия для детей, чтоб я как-то привлекала, чтоб, ну, как-то более, как-то, как с детской книжки. Ну, уж так, и рисунки в детской книжках тоже есть такие более яркие, такие, ну. А что находилось у куфры? Ну, куфры, то есть такие вот половики, ручники, тканы, поясы, сорочки, ну, приданное всякое. Там, ну, это у каждой был свой секрет, потому что там у нее все хранилось самое такое дорогое, и это она сама и вышлилала. Молодая дружина складала туда свой посадок, да? Да, да, да. Это, представьте, какие-то его было неких сорок, чем больше, там, этих ручников, да, все, так же не будешь где-то там вложить, вот и гладить именно в сундуки такие. Зразумела. А скажите нам, калиласка, Мария Николаевна, а дочка ваша Ирина так само творче человек? Ну, еще, как я, так само, да, и эти детки, и два сына у нее, и они так само бачат мои працы, я ее працы, и цикава им гэта, и Ирина закончила музычную школу, и Мастацкое училище после университета культуры тоже по Мастацкому, это мы на художник преподаватель, вот. А дети так само, мы ничего не говорили, ну, зуси мне еще про это не говорили, что им куда-то там идти надо. Меньше сразу я художник, а скульптор сразу в художку пошел, а старший на музыку мне на барабанах играть в арте, пошел ударник и клапан, так же один музыкант, другой художник. Хочешь, не хочешь, дорога тут и пошла. Творшая династика. Да, шо дальше, гуде, не знаю, ну, гуде башно учатся, навыдав, но я гнаруся гэтым. Пятый, сьомый класс, еще на десятке. Ну, доброе, шо, у вас творшая семья, любите музыку, давайте послухаем песню, выкананне «Червона Газдика». «Червона Газдика» 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 Хоть видишь красиво ты, крушина, Но дурманят ягоды твои. Зачем весна так смешила, Зачем ушила так тишина? Грушина, 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 Ронять ягоды, спи, не спеши. Грушина, 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 Ронять ягоды, спи, не спеши. ПЕСНЯ 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 Всюду было время все. Пригожа, и в Версалии, и в Амстердаме. Хотелось и сыр в Саправдне, и челедку эту настоящую. Короче, все, и в ювелирном, там, где духи. Ну, как можно это не хотеть побачить? Я не знаю, не знаю, каким быть, как бы не хотеть это все побачить, пошлупать, купить. Ну, хотя бы поглядеть и послухать всю эту историю. Как духи родятся, как эти бриллианты всякие там, и все это. Ну, это вообще кое-что купить можно было. Ну, на сколько хватило. Это так уже и расчитывало. Ну, в Париже, например, два раза поехала. Я, может, кому-то и мне кажется, что это дивно, что все, два раза. Во-первых, в первый раз их поехали, и такой экскурсовод был, что я такого бы не хотела. И не только в Париже, но и в Кружане. Она ничего не рассказывала. Она преподаватель литературы, что-то там, какой-то или чего там. И она со своей колокольни, там Жанну Дак, там еще что-то, там чуть-чуть что-то показала, рассказала, как-то так, ну, очень-очень скудно. И такая медленная, чем медлительная. Ей, ну, она все знала, она ходила, ей не интересно. Она стоит там возле Танупской веры, мы же там аж не можем просто. Ну, нам хочется в Луру попасть, нам хочется еще что-нибудь поглядеть. Ведь она все стоит в том парке. Ну, ой, как вспомню. Ну, короче, в Луру мы не попали. Я расстроена была, да не знаю до чего. Вот. Ну, а второй раз уже поехали, опять чую, опять порыду. Ну, все, еду еще раз. Потому что чуть-чуть там что-то почула, а остальное тут. И две поездки разум. А Глаша уже тогда это действительно поездка одна, настоящая. Тут была молодая, и она такая шустрая. Она нас там, мы там летали, там не коленками падали, бегли. Но она зато ей все показала. Уже столько, что уже мы там и не знали, и не думали про то это. Но мы поглядели. И в Луру мы попали, везде попали. Я говорю, ой, это в Экскурсовой. Такое не шкода ей и гроши платить. Ну, короче, вот голове не текало. На Монмарт этот попали тоже. Ну, так что там? Ну, сидят, ну, портреты рисуют, вот такие всякие картинки рисуют. Ну, они свое. Ну, как тут вы побачили, вот мне. Это все кобыла, капружаны, вот это все свое, авторское, все мои. А там, ну, что там, кветки там разные, то речка, то мостик, то... Ну, короче, они свои виды рисуют. Так особо купить, а там ничего не собиралась. Я и сама нарисую эту в Экскурсию башню, я не нарисовала. На стене попросили, заказали, там нарисовала. Ну, башня, да, впечатлила, да. Это было интересно. Все ехали, почти что все на этом на подъемнике, а я пошла по ступенькам. Мне надо было пройти все эти ступеньки. И мне очень понравилось. Туда было тяжковато, а на низ уже даже не заметила я прибежала. Ну, короче, не знаю даже, что вам еще рассказать. В общем, надо это везде побыть, и на корабликах поплавать, и везде-везде. Все, вот эту всю обстановку, всю вот эту красоту, всю какую есть танц. Надо это все видеть. Это не расскажешь. Это так рассказывать. Это очень просто, ну, не очень. А вы еще раз скажите, ось, коли вы выезжаете со своими работами за Межу. Ну, хорошо. Какие работы користаются большим попыткам? Чим там больше цикавятся? Да все, из ваших ненавиторов. Да, ну, всем цикавятся. Мне было, видимо, цикало. То есть, что она взяла бы тут кусочек трапочки оторвала, и мне два злотых дала, и сказала бы это от этого мастера. Потому что супрунчик у нас есть такие по дереву, это самое, вырубал, ну, мы же заказали ему. Ну, он начал вырубать анелла некого там, да, и это самое. И уже пришли там на очередь, и мне, и мне, и мне, и мне такого анелка надо. Ну, с такого пенька он топоры подрывает. И стружки, собирали все стружки, уборщице не надо было. Все стружки забрали, потому что мастер сделал, и стружечки все подобрались. Это сувенир. И вложили ему корейки эти. Так что там, мне кажется, что они даже больше, чем у нас. У нас хвалят, у нас фотографируют, что-то там вот так вот, кто как, да. А там покупают. И так уже все цикавит. Ну, правда, не знаю, на всю Польшу не буду говорить, но в Гайновке, даже, ну да, в Гайновке, такие цикавые, они берут ручника, и вроде хвалят, и все. А как крошки узейши, а как крошки ширейши, а как дожейши, а как гетто то я купила, я думаю, гетто ты хочешь. Они такие хитрые трошки, жадные такие трошки. Ну, они хватили. Ну, то, как не вельми там великую цену скажут, что все распродаж, конечно. Вот последний раз, как была в Гайновке, то вельми пошли эти кружева вот эти для ручников. Ну, я и не подумала, я просто их навязала так, просто, ну, захотела и навязала разных-разных. Ну, наверное, это для ручников салфетки так само. И салфетки тоже. Ну, в общем, вязание это пошло. И ручника там было, один, правда, ручник, я не успеваю, я не вела их, некоторые так же. Вот это все я навышивала. Ну, не знаю, не знаю. Я целый год тут одного ручника вышиваю, что-то мне... Часа не хватает. Ну, много их не вышиваешь, неправда, это я не верю. Я говорю, где-то как-то обманывают. Ну, так само поясы. Вот я не взяла, один год поехала в Гайновку. Поясы не взяла, ходили, шукали. Другий раз приехала с поясами, никто не шукал. Ну, шляпу тоже соломенную. Я не была с собой шляпой. Ходил некий дедок, мне шляпу треба соломенную. Потом спирила, привезла. Ну, кукили, ну, не той дедок, не прошел. Не знаю, может, уже его има, но... Ну, они с шляпой тоже. Идет, все, там, там, все, как бы, за границей все. И все, и в текало, все, и солому, они и шпухают, и нюхают. Вот насчет соломы, не знаю, и зараз рассказать, или потом... Я хотела вам просто, чтобы они прошли вот эту разницу в этом... Ну, вот если это самое... Тут можно присядать. Если взять вот такие вот всякие поделочки, да, вот эти вот... Ну, вот кослетик, например, вот с цветочками, это все. Это вот эти бутылки, вот я так пробила, вот эти кветочки, да. Это декоративные. То вот это тоже, у Польши, как бы, не очень этим занимаются этим, да. Это идет, это хорошо покупается, все. Это вот такие декоративные вещи, да. А у них, им, как бы, нравится, и больше больше... Ну, вот шляпа тоже, это декоративно получается. А ему нравятся такие вещи... Сейчас. Вот, например, ну, вот такое я сделала. Вот такие, ужитковые. Это, как эти корабли. Как корабли у нас эти, да. Вот это ему. Они там и мастров много, много мастров этих, я уже помогла, возивши. Хочешь практичные. Хочешь практичные. Хочешь практичные. Да, практичные, вот такие вот. Вот. Я там наводку пробовала, скажем, ой, кошика зробила такого вот сама. Ну, пробовала, чтоб уже и как-то, ну, на кош было похоже. Вот. Як отрималась, так отрималась у меня. Вот. А это вот такие вот у них тоже. И всякие там и вазами. Я такую вазу зробила, ну, в палаце плана. А это я уже тут могу что-нибудь положить. Вот. И робится легко-легко. Я вон уже, я просто приглашаю на мастер-класс. Я уже не працую уже. Але мастер-класс могу провести. Если, если кому-то надо, то звоните в Дом культуры, в студию, там, в доверии. Или мне лично. Вот. И я могу привести солому, пока у меня есть солома и все. Вот. Только треба вот этот шпагат или эту, ну, вот это вот не со шпагата. Это такая хора. Ну, получше. Потому что это, она, может вы заметите, если в деревне у кого, они распадаются. Это ерунда. Это просто вот как бы я, ну, сильно не пользуюсь. Вот как бы еще держится. Но это не то. Вот. А это трудновато все-таки это делать. Эту корону забивать. Вот. Вот она вот, смотрите, как родится. В общем, если вот этой вот, вот этой штучкой, да, вот этой полоской, да, вот такая. Ну, это злипый. Это просто есть такое приспособление, и их, чтобы один размер таки был, там, как-то устанавливается, и вот их там тянут, вот так эти полоски вылетают быстро. Ну, кто умеет, кто занимается, то это легко, и просто вот это все делается. Вот. Вот, начинается вот так в серединке и пошла по крову, да. Так. Так. Вот. Еще. Все время вот так вот надо вот так вот подкручивать. Вот так вот ее подкручиваешь, и ее замачивать не надо. Если вот эти всякие подделки надо мокрой, потому она ломается. А тут не треба. Тут просто кучок взяла соломы и вот так вот закладываешь. И когда уже тут начинает, уже как-то тонковато робиться, то ты вот берешь и сюда вот так вставляешь, вставляешь, вставляешь соломинки вот так вот. И опять придерживаешь, и опять так вот подвигаешь и дальше. И вот так просто шьешь, ну, шеешь, в нижний ряд укалываешь вот так вот. И опять переставила, и опять в нижний ряд. И так. Просто уже выдерживаешь, лепишь, вот выдерживаешь, чтобы форму эту вот такую вот сделать. Вот. Так что это очень-очень интересное такое занятие. и несложно. Совсем несложно. А вот эту я, вот эту, например, я делаю без этой трубочки. Просто так. Ну толстоватая. Я сама себе бракую это, потому что толстоватая. И тоже вот так вот. Можно просто добавлять, добавлять. И вот так вот. И лепишь. Можно вот такую маленькую. И вот так вот поднимаешь выше. Хочешь вот эту, чтобы руку, то вот так вот. Обкрутила, обкрутила. И вот так уже. И выдеручка. А чем вшиваете? А иголка цыганская. Нитки какие, да? Не нитки. Я же говорю, что вот эти вот со шпагатов этих вот, они прочные. Ну можно, можно на какое-то время попользоваться. А вообще вот такую вот эту полоску вот такую вот надо. Или кору вот эту тоже разрезают. Делают такой колунчик. Вот так вот палочку разделяют там и вырезают. И такой колун. И вставляешь вот так вот. И тянешь. Ну это надо показывать. Так на минах это не то. Ну вот у меня этого нету, конечно. Я это не могу. Вот. Мария Некларовна, а расскажите, вот калі я до вас завітала, чым вы займалися, говорю, с гэтым цікавым простасованием? Ну это очень интересная вещь. Ой. Так. Я думала еще, может быть, вышивку не нужно сказать. Доброе. Я чуть-чуть там еще подскажу, а тогда я расскажу про это с вами. Так. Я вот собрала, что у меня бабуля, я ведь приходила вышивала. И вот эти сорочки всякие там, да? Вот. И мужчинские, и женочие. И у меня столько много было этих. Рубашки сами изнашиваются, а вот эти вот узоры сами, вот эти, они отдельно вышивались. Я всем доказываю, что... Кажала, вышли мне рубашку. Ну то вышила, порвалась, вымазалась там, ничего, и выкинешь. Все. Уже выкинула, да? А у них было вот это, оно ж очень долго и сложно вот это все вышивается. Я вообще поражаюсь, как они вышивали. Так вот эти вышивки, они на отдельных полосочках, а потом пришивались аккуратненько везде, на надежу. Вот. И я насобирала много-много. То немножко вот себе оставила кое-что, что мне тут, ну как бы так, чуть-чуть для себя. Ну, просто память. Вот. А остальные в Брестский музей я отдала. А то там очень много, они такие довольные были. Вот это вот такой узор, вот такой вот, да? Потом вот этот очень красивый, мне нравится. Вот такой вот. Потом вот такие вот красивые розочки, да? Брослеров. Да, вот такие все, в основном розочки. Вот такая вот вставочка. Ну, вот такой вот. Ну, тут немножко. Вот. И это я буду вот так вот, ну, показать кому-то, и вообще, ну, как бы камень такая. Сама не раз погляжу, погляжу что-нибудь. И так думаю, и как они раньше вышивали, никаких схем не было. Не вижу, да? Ну, а это вот ткацкий станок сучастный, настольный, но не детский. Это настоящий станок, но он вот такой настольный, маленький. А станки большие, вы сами уже знаете. Тоже в каждой деревне, в каждом доме ткали. В каждом, в каждом. Я не знаю, какой уже надо быть лентяйкой было тогда, или что я не знаю, чтобы не ткать. Ну, кому не зайдешь, ну, каждого. Станешь говорить про это. Станешь только про это. Говорит так на. Ой, у меня на чердак. Ой, у меня на чердак. Ой, у меня. Все ткали, все умели. Но заправить такой большой станок, это надо, может, даже две семьи, чтобы собралось, потому что это очень сложно. Даже вот этот, и то, на ней не справишься, надо вдвоем или втроем. Потому что тут тоже это, ткать это уже просто. Некоторые скажут, ну что там, туда-сюда, туда-сюда, и хлопнула. Это понятно. Но чтобы заправить, это надо еще, во-первых, надо это самое, знать, где привязать. Потом есть приспособления такие, чтобы тут попасть и дырочки, и эти прорезы, и вот эти вот. Тут это вердок. И тут вот надо это в каждую, в каждую попасть. И чтобы не напутать. Чтобы они вот так не получились, вот так. Потом будешь ткать, и у тебя будет заплетаться, если что-то. Вот. И потом, так вот вдалеке, там вот такая есть приспособление, такая как палочка, да. И ты нитку берешь, и за нее цепляешь, и ведешь сюда обратно. Там кто-то цепляет, и ведет сюда обратно. Ты тут ее захватываешь, вот тут тоже перекладываешь, опять так. И сперва только закладываешь вот эти вот продольные, вот эти разрезики сперва. А потом там завязываешь, отрезаешь, и по одной, это самое, потом по одной ниточке через ниточку вставляешь уже в эти отверстия. Короче, пока вот это все делаешь, аж зачешешься. Вот. И это вот пока натянешь, и потом вот это все надо аккуратненько еще, чтобы тут оно ровненько все затянуло. Вот тут, ну вот оно все тут фиксируется хорошо. Вот. Ногой. Ногой называется. Да, 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 да. Это основа. Основа, да. Наливается основа, да. И тут тоже самое накручиваешь. Вот я сейчас даже чуть-чуть покажу, что у нас тут получилось. Вот такая вот. Это я с детками, это все, она в студии с детками, они приходили, и каждый, кто хотел, садились и ткали. Вот тренировались. Ну да, оно вот такое вот, вначале было вот так вот. Вот эту бахрану специально оставила. Я хотела, чтобы он не на пол был, а на стенку. И сюда вот можно еще что-то будет, как и кукла. Это декоративно, это просто такой для декорации. Вот. А тут уже дальше, я уже так, как бы, вот это, не хватит этого вот, да, на стену. А тут дальше мы уже ткем-то, как эти ткали. Ну, без этой выхраны не оставляли, а уже заправляли, и чтоб с двух сторон вот так вот было. С этого может уже быть и коврик, может быть, и сумки. Сейчас модно сумки такие делать. Вот это все потом спрячется, все заправится. Вот. Так что видела я такие вот, из таких вот, даже вот вот с таких кружков, сейчас я вам покажу. Вот такие. Это с этих, с пакетов, бывает, с элфановыми, да. И такие у меня мама делает уже с этих тряпок. И видела в продаже, а где что-то было. Может, даже и в Голландии. Вот так вот сделаны, да. Потом вот так, вот до сюда сшито. И ручки. Не сядь, бери, не хочу. Это было так интересно. Все идут цветы смотреть. А я говорю, да, в Голландии точно. Потому что там такая аллея, там цветы продают эти, влажные оторвать. А я так сразу в киоск этот. Думаю, что знакомые. Я туда. А там и дорожки эти лежат, и квадратные клювы, и всякие. Ну, такие штучки. И суки. И суки. Да, и суки. Весь этот вот киоск этот вот такой. Вот это да. У нас никто это не носик, никто не делал. Не знаю. Но мне кажется, если красивые нитки аккуратненькие, все аккуратно сделаем, почему бы нет. У нас никто не хочет с тобой. Вот. Вот. Поэтому такие вот. Так. Это я уже потом. Ну, я же не потом заправлю. Короче, это вот оно, видите, вот сейчас вот так вот оно у меня в таком положении. Тут есть вот такая вот, ну как оно называется, челнок. Челнок такой. Вот. Прибивалочка у нас сами сделаю, потому что она потерялась. Вот. Это и значит прибивать. Потому что если это прибиваешь челноком, то можно быстро его сломать. Вот. Вот. И тут переставляется вот так вот ниточки, да? Переставляется. Каким способом? Вот она так, значит вот сюда вставляется, да? Вот сюда. Вот так ткем. Потом нам надо поменять, значит мы ее раз и нижнюю. Все. Уже у нас она поменялась. И вот так вот. То сюда, то туда. Один раз туда, один раз сюда. Но это вот так вот ткется, вот именно вот такое ткани. А если узоры, то там уже сидеть надо. Там надо все вот это сидеть перебирать. Это такое, это что-то такое, я не знаю, это искусство космическое какое-то. В общем это очень даже интересно. Так я вам еще хотела сказать, что вот это, вот такое вот это бео, да? А еще я вам покажу. Сейчас. Вот такое самодельное мне сделали. Вот такое можно самому, значит, вот делать. Вот я его так вот разрисовала. Вот тут тоже вот прорези и вот эти отверстия. Тоже вставляются одни нитки, может быть один цвет в дырочки, а другой цвет в эти прорези. И точно так же, вот ее поднимаешь то вверх, то вниз, привязываешься. А у нас нит был, и набрасывали сразу нитки. С ниток связан такой. Сначала нит потом пел. А, а кто на ниту? Верно не надо было. Оно на месте стояло. А нитам поменожи там внизу. И переход. Четыре, шесть, два. Да, да, и переход. Ну, понятно. Сейчас я вам буду показывать. Вот с детками мы делаем, например, сейчас я все по порядку буду показывать. Можно вот картонку. Это, значит, посложнее. Но это надо кому-то заказывать, все такое, да? А можно вот для начинающих, для деток, вот такую просто картоночку взять. Шилом проколоть тут у дырочки. И ножичком этим, таким вот, канцелярским обозрежать, это сделать пройди. И тоже вставляются вот так вот нитки, какие хочешь, какие угодно. И вот за эту привязываешься. И сюда к поясу и ткешь, да? Вот это у меня вот такой. Я вам хотела показать потом. Ой. Так, это побольше. И вот тут уже видно даже, как вот это привязаться. Ой, что я так все быстро не могу. Ладно. Ну вот тоже, тут видно уже, что вот эту сторону, значит, все нитки собираешь, привязываешься за какую-нибудь трубу, натягиваешь вот так вот. А тут вот это к себе, к животу. И тоже так, то вверх, то вниз вот так вот поднимаешь вот это верно. И получается, как и зев, и перекладываю еще ткешь. Вот можно сделать еще вот с этой вот телевизора. У кого старые телевизоры, может, где валяются, в каких подвалах, сарае, то тоже вот это. Только вот тут вот дырочки надо иголочкой аккуратненько вот проделать. И то же самое получается ткать вот это уже более такое прочное. Потому что эти как бы гнуться, ну, для пробы, для начала детям можно и такое вот, как в студии. Вот, а самим уже что делать, то уже надо посерьезнее и вот это тоже. Вот так вот привяжешься, оно натянуто вот так вот. Вот, и к себе, и пошел уже. Тут можно и узоры, и все можно устранить. Потом еще можно... Так, я хочу сказать, что вот эти станки, вот эти, это потом были. Сначала были вот такие вот досочки. Вот у меня вот это с пластиковых этих вот. Делается вот квадратик ровный и тут сколько хочешь. Можно три, можно четыре, можно пять, шесть. По-разному вот эти отверстия. Но уже с этим то можно чудеса такие творить, что ой-й-й-й. Вот. Мы делали детками... Немножко где-то у меня было. А, я делала еще с конфетных этих коробок, да? И тоже вот так вот вставляется. Вот интересно еще узор получается от того, как вставишь сюда в эти дырочки нитки. Вот. И тоже так же привязываешься. Только тут мы вот так вот ткем, да? И вот так вот поднимаем вверх-вниз и вот так пробиваем, да? А тут вот в этом случае поворачиваются вот так досочки. Хочешь в одну сторону, хочешь в другую. Вот так вот. Просто вот так вот все вместе поворачиваешь. Потом местами вот это переставить и еще... И будут тогда узоры. Но вот самые первые это были вот эти дошечки. Самое начало вот качества. Были вот эти вот именно... Они были из камня, из какой-то жести, из железа какого-то, из каких-то дерево пород крепких. Вот это вот. И они вот это все следить надо, чтобы узор был нарушен. Вот. У меня вот, например, тот брас... У меня же не браслетик. Можно вот браслетики дети делали, да? Или вот ключ. Для ключика. Вот я чтоб не потерялся ключик вот этот вот ящика простого. Вот я вот такой вот соткала. Вот такие вот. Если на четырех. Это вот на четырех. А можно до сорока. А то и больше. Вот таких. Представьте, если сорок вот этих вот штучек. Какие там узоры можно делать красивые. Но это очень, очень интересно. Мне... Я сначала что-то вот сразу за берду взялась. Что мне так оно ближе было. Думаю, тут много сложного. Думаю, я на берду. А уже когда вот это появилось, уже мне стало интересно вот это. Думаю, я видела, как делают. Я смотрю, думаю, что оно все поворачивает, 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 поворачивает. Думаю, как у нее получается. Но они очень даже так завлекательные. Такое такое дело. А на шинтяжине как? А? На шинтяжине. Бёрдить и на... На этом сложнее. Потом были мы как-то на экскурсии в Бирозе. И еще есть такое вот качество на колодочке. Чтобы на колодочке это... Получаются вот такие вот... Сейчас скажу. Они как макарон, а внутри пустые. Вот оно кроленько, да? А внутри пусто. Вот эти вот такие пояса получаются, да? Это когда-то давным-давно мужчины такие пояса. Да. Ну вот знаете, вот тоже очень интересно делается. Потому что он так наматывается, наматывается вот сюда. И опускаешь туда ниточку. И вот тут перекладываешь это. Ну это надо тоже мастер-класс. Это вам надо показать. Тут перекладываешь, а отсюда эту колбасу вытягиваешь. Вот она отсюда вытягивается. Это готовое. Очень тоже интересно. Детям оно нравится. Потом еще есть такое вот на пальцах тоже. На пяти пальцах. Просто на пальцах делаем вот эту ткань. Это тоже вот так вот завязывается там... Ну тут надо посчитать количество ниточек. Завязывает. И потом вот так вот перекладываешь пальцы на пальцы. Вот так вот все. С одной руки на другую. Столишь и перекладываешь. И вот такая тоже симпатичная вот такая получается змеечка. Ну какие нитки заложишь, такая красота и получится. Так. Еще. Короче, я вам уже сказала. Столок, бега, колодочки, дождичь, дождичь. И на пальцах. Ну еще есть, но уже дальше не буду. Это уже на мастер-классе. Если кому-то будет интересно, я тебе расскажу. Так. Я вот принесла. Сейчас я скажу. Вот бабушка. Мы с бабушкой. Я это научилась, а еще в школу не ходила. Пять лет было. Мы с ней тоже самое, что про эти соломенные кошки. Вот такие вот разные вот как тут вот. Вот это уже узорный получается. Вот этот вот копытик. Это с узором. Это простые такие вот поясочки. Ой. Вся уже вот тут. С колосочками, да. А мы делали вот бабушка. А ей не надо брейки узоры. А она делала, ну вернее делали для хозяйских нужд. Чтобы мешка носить. Там эту кружку с болота, да. Эта самая. На таком же не понесешь уже, не будешь там это портить. А вот такие вот. Рабили вот такие поясы. Ну ладно, не буду сильно раскручивать. Сейчас покажу. Это вот тоже нашла. Там деревня постирала все. Вот. И он ну с обычных ниток. С обычных. Вот, да. Вот так заправлять. Это вот именно на этом ниту. Но мне понравилось все еще, когда вот значит делали. И это вот тоже бабушка так научила. Вот с этой стороны просто кутасысят, да. Вот. А эта сторона, вот она мне все время давала это робить. Причется вот так вот пополам разделяется две косички. И они вот крепко-крепко связываются. И для чего? Это если мешок, угол, за угол мешка берешь, то вот так вот. Вот. Вот так вот. И зажимаешь. И уже несешь, и оно тут держится. Мне да так понравилось. Мне в детстве было там очень даже интересно. О, это же надо так. Все практически. Да, да, да. И я вот уже когда вот с детками делала на кружке, то тоже вот мы тут оставляли так. А тут я им говорила, что надо вот так вот разделить, две косички сплести, крепко связать. Вот это вот, как бы. Чтобы тоже знали такое. Мне, ну, с детства это запомнилось. Нет, это было вылечко. Вот. Так что вот эти вот поясочки, это бабушки. Да. Вот тут вот они червоную вставляли. Бывало такое, что червоненькое по центру. Ну, разные. Потому что про эти поясы я читаю много такого всего. Там уже такие прям всякие легенды. Ну, немножко мне никаких легенд не рассказывала. Что было, что было. Овечка, так овечка. Лён, так лён. Мы пряли. Она сидела пряла. Я не бывала. Совершилась немножко. Пробовала. Вот. И вот такие вот мы делали. Так. Что еще не рассказала? Еще. Не знаю. Ну, вот такое вот это. Тоже вот на этой картоночке делали. Ну, можно тут еще что-нибудь добавлять. Тоже вот это с ниток. Шерстаных с ниток. Детки тренили. Вот так вот. Ой, ткали. Ну, тоже на этой. Так, не на этой. Обманываю. Сейчас. Еще. Ага. Вот тоже. Вот это детская работа. Можно так. Это я как, ну, про работу в студии рассказываю. Вот обычную картонку нарезаем вот так вот немножко на сантиметрик с двух сторон. Потом вот так вот нитки натягиваешь сюда, сюда, вот так вот. Сюда, сюда. Вот натянули эти ниточки. Они все мне так играют. Музыканты. Вот. А потом берешь это самое вот так вот. И через одну, через одну все вот так вот перекладываешь. И вот получаются вот такие всякие вот штучки, да? Ну, это детям интересно. Они делают это. Ага. Ага. Ну, вот. Чем поярче. Ну, вот. Натягивать. Можно любого размера. Можно большие. Какие хочешь. Одна там у меня делала, да, вот такого где-то размера. Но вот так вот немного сделала. Так оно и лежит. Ну, может, когда доделает. Ну, кому нравилось. Одни вот так вот сделали. И потом эту голову, лапки, ножки такие. Какой-то такой чудак получился. Какой-то умытяшный. Ну, это такое можно делать. Вот. Это тоже незаконченное. Ну, я взяла чисто посмотреть. Вот. Ну, такие вот тоже. Вот. Все с детками. Вот там. Толки. Вот. Просто убежала бы на занятия туда. Вот. Есть такая вот. Вот таких. Ну, кто это делает? Нас не будет. Я просто показываю. Да, да. Ну, это интересно. Да. Вот такие вот всякие. Ну, конечно, я закламляюсь страшно. Потому что у меня вот это все надо, чтобы было, чтобы показать и рассказать. Да, да, да. Ну, потом вот это вот такое делала. А потом еще делаю тоже вот такие вот. Ну, вот еще. Как бы такой вот из ниток. Составы во всяких. Ну, про токарство может все. Если кому-то интересно, я говорю, если что-то кому-то хочется делать вот это, если кому-то интересно, я, пожалуйста, всегда могу прийти, могу провести занятия. Ну, про токарство вы уже доброе много рассказали. А расскажите нам, пожалуйста, как вы прихоживаете и шеете экоторпы? Ага. И еще скажите нам, что вы шеете тканины робите? Ну, это торпочки уже, наверное, все тоже слышали, читали. Вот. У нас и швея, когда образцовую, ну, звание образцовой получили, нам дали единицу, и мы взяли швею. И вот она шьет вот эти торпочки. Я пишу, где могу про Жанны. В Литве купила таких ломастер, что по ткани. Это мне хорошо. Рисую тоже вот это. Тут и краска акриловая есть, ну, вот торпочка такая, вот 15 рублей такая торпочка у нас стоит. Вот. И тут вот я, значит, рисую, что мне хочется рисую. Любые цветы, можно какие-то еще, узоры, любые. Вот. А тут нарисовано и ломастером, и немножко краской акриловой. И вот тут тоже сумочка висит еще у меня. Вот. Тоже нарисован. Это моя уже лично. Для грошей. Молоко потом користаешь за дождь? Нормально. Купляются тоже? Купляются. Ну, трошки иногда бывают шокажи, что дороговато там или что. Я думаю, ну. У нас эта ткань, она по 15 по 7, да, натуральная. Потому что эти продаются, они там с какой-то добавкой, они не такие. Поэтому и там стоят 8 или 4, сколько всякие есть. А тут и качественно, и шито хорошо, и вот так крепко. И еще нарисовано, тем более ручная как бы работа. Поэтому. Поэтому. Так вот. А где еще ткань новую? Променяете? А, еще лялечки робим. Розные, розные, розные ляльки. Можно на бутылку туда насыпать. Это такая погремушка. Как бы погремушка получается, да? Лялкие обереги. Лялкие обереги. Ну, не знаю. Ну, такая. Оберег, не оберег. Вот тут еще одна стоит. И сейчас покажу еще. Так. Это с тканины. Вот это с трубочек. Эти хлоприканку захотелось не дать. Так вот еще. Так. Да. После скукурузы. Такие его получается. Вот. Можно вот такую вот. Такая вот красавица. Красавица. Вот сюда делается кружок. Вырезается. И туда вот напихивается немножко синтепона. А дальше всякие травки. И она как бы. Ароматная. Ароматная такая. Вот тут. Я одной девочке показываю. Понюхаю. Она фу. Понятно. Вот где аромат. Вот где аромат. Вот где аромат. Да. Ну, они по-разному. Вот эти вот одинаковые. Вот как бы. Ну, это с грудью такая. Это просто. Ну, маленькие. Разных размеров можно их делать. Эти куклы. А еще можно просто самая простая. Голову сделали. Тут вот юбочку подцепили. Ручки сюда. Вот. Торбочку с копеечкой. Ну, такая чисто дорожная. Подорожная. Ну, такая с собой. Ну, если думать, что она такая твоя подружка. Так оно и будет. Так оно и будет. Ну, а уже вот эти всякие плетения. Это тоже современные все. Тут уже тоже вы видите сколько тут всего. А плетение. Торбочка. Да. Ну, тоже вышивка. Вот это протягом вышивка. Тоже детка. Ну, показывала. Ручила вот протягом. Тут вот где-то толку. Там на окошке висит вот тормочка. Тоже протягом вот этого вышивка. Вышивка. Вышиваем. Потом вот эти салфетки всякие. Снежиночки. Можно и на елку. Можно и так. Вот это. Кружком вяжем. Если кому-то хочется, то мы и вяжем. Вот. Вот. Торбочка. Ну, еще ткани. Вот такие мешочки. Подарочные. Для шоколадки. Для яйца пасхального. Вот такие вот делаем тоже. Ну, и кружева, конечно. И мама моя тоже вяжет. У нас все вяжут. Вот это мама, когда так вязала, уже пожелтела. Это уже, знаете, в подушки так вставляли. Вот это все. Что-то такое. Потом у нее такая есть простынь там. Вижу ее. Подузорники. Ага, подузорники эти. Ну, а так вот такие вот разные. Чтобы поляки не докупили. Тут не осталось. Ну, вот такие вот. Ну, вот такие вот. Ну, это тоже упадать еще надо. На какую-то ручничку. Некоторые гузенькие ручнички. Я вот забыла сказать, когда вот это вот я еще рассказывала про это. Вот. Так еще сюда. Вы, может, подумаете, почему так долго хранятся эти коробы. Никто не знает. Если вы слышали. Короче, сюда добавляют эту... Ай, как это называется? Конопля, что ли? Конопля. Ну, нитку. Коноплю. Вплезает. Солова. Она крепкая, но ее мыши не видят. Поэтому мыши эти короба не грызут. Хранили там вот это... Рож сыпали. Там все хранили в этих коробах. Но и мыши не грызли. Прогрызали. Я не слышала, не видела. Это уже от старости, от времени. У кого там где-то что-то это самое. Но вообще они у каждого дома есть. Стоят и их мыши не грызли. Что? Шлены. Шлены. Ну, разные. Они по-разному там. И формы разные. И зовутся по-разному. Но вот именно вот когда добавляют вот эту вот... И они... Поняться. О! Еще вот такая у меня рогатка тут есть. Я сказала... Сказала Коле этому... Ну, у нас там электрика мне все помогает, делая. Вот и это Бердовым делал, да? Вот. И это сделала. Надо было поменьше. Вот это такое приспособление для ткачихи тоже. Вот когда на улице где-то откешь, бывает не до чего привязаться. Так села вот так вот. И привязывая все такие. И потом хорошо соткала вот сюда. Вот так вот замотала. Дальше ткешь. Опять замотала, дальше ткешь. Такая вот... Такое... Дальше ткешь, 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 опять замотала. Дальше ткешь, ткешь, опять замотала. И пока едешь, мы не сколько работаем. Мария Николаевна, как отремливается, что вы и малюете, и вышиваете, и пшете? А что я еще не назвала? Ну если я гляжу, тут некие вильмити, как вы работаете. Так, это вытянамки. Я хочу сказать, что у меня Ирина тоже занимается вытянамкой. В общем, тоже она это все умеет. Все-все-все умеет. И когда она на конкурс по вытянамке съездила, это было уже давно. Совсем давно. И вот она мне на каждый праздник присылала открытки. Она не покупала, а сама вот родила. На Новый год елочку там, бабочку. Это я просто две там быстренько нашла вот такие. Вот покажу. И у меня такие вот, значит, вот очень тонкая такая работа, красивая. И мне они очень дороги. И в чем-то покупная вот такая все-таки своей работой. Закладочки в книжке можно сделать. Вот она вот сама и подпишет, и все. И вот так вот, ну, присылала мне эту зарядку. Ну, и очень даже классно. И вот. А я вот сделала вот эти вот тоже. Ну, это очень просто тоже делается. Ветянамку можно тоже мастер-класс проводить. Что тоже бывает. Вот эти вот у меня две работы, что на окошке. Там Ружанский замок и Пружаный. Ружаный и Пружаный. Я уже как бы так чисто такое сделала, чтобы оно было, ну, не просто обзорчик, а уже тематическое такое свое и авторское. И это вот получается вот тут вытянамка с вырезанкой. Я всеобщим объясняю, что вытянанка – это вытянаешь, а вырезанка – вырезаешь. Ну, вытянаешь ножницами, ну, по-моему, по-моему, а вырезаешь – это ножичком. Вот. И как это в автобазе вот Тамара работала, она знает. Там вырезали трафареты. Вот эти трафареты вырезали ножом. Вот рисуешь и ножом вырезаешь. Там не ножницами сидишь, там это самое, как это у детей. А в школе лежу, некоторые отпечатают картинку, сидят, ножницами вырезают. Это неправильно, это не то. Немножко не так показывают это. Вот. Потом я еще хотела бы сказать, что вот тут у меня пару работ есть. Резьба подервы. Мне когда-то очень-очень нравилась резьба подервы. Тоже, когда в автопарке работала, там у меня плотники были, они мне дадут доску, вот так, кусок доски. Говорят, это мягко, можешь вязать. Я вот тут вырезала вот такое. Я церковь нашу подарила такую отцу Иосифу еще. Мы с ним дружили, очень общались. Вот. А это уже для себя вот выставочная. И вот тут все этим резцом вырезала, а тут нарсовал наш собор. И вот у меня это давно-давно, уже много лет, вот такая вот эта резьба по дереву. Резала я и ложки, вот, на двери номер 10, номер сову. Вот обычная досочка, кусочек. И вырезала вот эту сову и десятый номер квартиры на двери вот этой вот. Вот. А ложки вырезать тоже была история интересная такая. Я резала это и боялась, ну, хотела, чтобы не толстая, не тяжелая. Я и дырку вырезала. И ложка получена с дыркой. Вот. Вот это я сама тоже вышивала. Вот эти вот. Это то иголка еще выдевают. Она вот на эту сторону. Вот она вот, матенькая. Есть у меня эти иголки. А эта иголка еще у меня со Смоленска. Мы когда-то поехали в гости там. Мама моя со Смоленска, поэтому мы были там. И там продавали вот эти иголки. Магазинная такая. Вот там регулируется она. Сейчас уже появились уже и у нас такие уже продают. Ну, а раньше не было. Вот как бы сами делали из каких-то там вот капельниц этой иголки. Там что-то там подделывали. Ну, а у меня такая была. Вот это я рисовала. Такую вот. Ну, росписи по дереву. Ну, только такие вот. Ну, что там. Если можешь уже так рисовать, то, конечно, и на дереве нарисуешь, и на чем угодно. Можно вот такие разрезы. Можно обычная такая. Доски лежали. Я взяла так вот, нарисовала сюда гвозди. Конечно, вот тебе картинка готова. Ну, а сейчас такие вот модные. Ну, вот на стекле росписи тоже. Любую бутылку взял, нарисовала уже. Может и вкуснее даже. На фенотип. А вы с дикаваном ведать, у какой технице вы наибольше любите пранцевать? И какие работы для вас самые дорогие? Оно все, все мне дорого. И все я люблю. Просто бывает, что приедается. Когда мне заказали салонные шляпы для ансамбля 30 штук, я пока их и робила, мне все скручивала. Я уже не могла. Все. Я уже аллергия. Все. Я долго-долго не хотела никакую шляпу делать. Это нельзя так. Надо как-то так чередовать. Да, чередовать. Захотела – поткала. Захотела – повышевала. Захотела – порассовала. Вот эти работы, может кто-то подумает, что они немножко грустные. Они действительно грустные. Потому что это все в пандемии. Вот я в 4 месяца была за свой счет сидела, когда вирус начался. И вот эти картинки рисовала без настроения, могу сказать. принесла сирень. Смотрю, нарисую. Но настроение у меня не такое. Пионы тоже самое. Ну и как-то так. Вот эта мельница, если кто посмотрел, это акварель. Вот я хочу сказать, что тут вот акрилом нарисовано есть и маслом есть. Там две вышивки, а вот это акварель. Вот эта мельница, вновь, ее никогда-то стояла. Ее уже нету, конечно. Мы все говорили, может какой-то в музее не сделали, или что они там ничего не надо, разобрали, нет ее. Но у меня только на работе осталось. Еще, еще не сказала. Не знаю. Ну вот эти вот вещи, что я вот тут понаплела. Вот всякие. Так это уже сейчас все тоже все делаете. Это очень все такое очень просто, легко. И тут вам можно что-то хранить. Это все с этих вот рекламы. Я знаю, что многие уже делают, занимаются. Вот такие различные. Ну вот это вот такая вот вазочка. Можно что-то послалить. Ну вот столом, это тут гусы, что мы видим. И вот разные птички для сих пор. Ну, в общем, все, что хочется, то и делаю. Вот так, как думаете. Вот тут тоже. Что вижу, то и сделаю. Ну да, мне все хочется, все нравится. Я даже не знаю, я как это рассказать, что тут лучше. А вот эта с фасоли. Но она была такая сиреневая, а такая красивая. Видели сиреневую? Такую розовую сиреневую. Такая же красота была. Ну, полежали, стали такие. Ну, все равно я красивые. Все равно красивые. Да, гусики такие. Ну вот еще мы тут тоже, как бы, это самое, балуемся с этих конфетных, этих вот бумажечек. Мама моя как заразилась, я ее не могу остановить. Она уже сколько лет подряд делая и делая и делая вот этого. Ну, так радует, да ладно? Ну да, радует. Но это так тоже, это не просто тоже делается. Когда-то мы делали закладки в книжке в школу, когда я еще ходила. И такие вот, как это их, ну, занавеска такая, на двери делали такое. А сейчас уже можно, мама сделала уже и кошельки, и сумочку, и вот таких вот в разных формах. Ну, это я делала. Я ее как нарушила, это можно сейчас ее не оторвать. Любой формы, любой. И кролики, и такие, и цепочкой. И как хочешь. То она еще, может быть, что угодно, что угодно. Вот у вас всего много. Вот что-то я не вижу у вас в пауков всего. Потому что мы в детскую библиотеку сделали, мы всем хором делали, такую красотищу. И у нас рейпо, рейпо, по-моему, попросили и привезли, в мешочку соломы, пучок. И все, и у меня... Я это ввели с детства, от мамы тоже. Ну, у меня в деревне тоже висит, и такая птичка подвешенная, и куколка, и все. Но это тут такой труд адский, вот эту сделать, это паука, это все. И это надо, чтобы она где-то уже сразу подвесила, и она висела. А если так вот дали, они в палатку, нам в палатку украсить. Ну и все, украсили, и все. И что нам принесли? Кучку соломки принесли. Так получилось. А, ну вот это самое, вот тут тоже вот, это вот когда вот ткать, то вот надо вот любые, всякие платья там все вот делется, она так на сантиметрик, вот это я забыла сразу показать. Вот такие разные тряпочки, и уже подбираешь, тут уже ткешь. Ну еще я вам не показала. Я сейчас тюльку умею делать. Так, вот еще такую куколку еще не показала. Это совсем, совсем простая, вот для деток, вот в коляске, которая там, да, орешка, разбить орех, грецкий, туда положить, чтобы он шелестел, там или горох, там какие-нибудь крупные зернышки, вот. И просто вот делаешь, орешка обнимаешь белой тряпочкой, потом вот так вот привязываешь к ней вот так вот, а, платочек сначала завязываешь, а потом вот эту тряпочку такую небольшую привяжешь вот так вот, да, и вот так опускаешь. И получается вот такая вот кукла. Я говорю, ребенок держит его и гуляет себе. Бабушки, бед, там. Ну вот бабушка, ну маму я сделала еще и с крышечкой, прошила, я говорю, о, ну все, молодец. И делал, и мы, был мастер-класс в этом, вы знаете остальное. В общем, в Ружанах мы проводили, с Бреста Валерка Марчук учила. И вот пробные, я пробовала эти свистульки. Все свистят. Все по-разному. А эту какую-то непонятную, не то рыба, не то птичка, но все свистят. И даже приехала уже на занятия, то с пластилина свистила и тоже что-то свистила уже здесь. Так что я из глины как бы балую и все. Ну, но почему, не знаю, я бы не знали, что еще. Вот это сейчас вот поглядела, чайный домик. Ну, немножко не совсем, но сюда можно и конфет положить, и что хочешь, вот такая крыша. Это такой чайный домик. Ну, можно было как-то другому немножко сделать. Ну, мельницу какую-то сделала. Маленькая, а вы разделитесь с нам секретом. А в чем вы марите? Какие вершины вы хотите покорить еще и что нового створить? Сейчас уже и сложно сказать, что вы не хаце, а вы все. А я думаю, что я не умею, то играть на ни в каком инструменте. Спевать, танцевать я умею и люблю. И спасибо, я с удовольствием особенно... Играйте в музыкантах. Да? Действительно тоже точно. А теперь кто лучше играть? Ай же, теперь уже нет. Вон, уже поздно. Ай же, что-то и слух не то, и все. Я просто когда-то помню мне мандолину... У меня отец на мандолине играть умел. Он у меня тоже такой музыкальный, такой рукастый. Все он и мелья делал, все делал. Я эти всякие... Ну, уже мастероводик. И он, это фотографии у него. И он там сидит с мандолиной. Я говорю, что ты умел играть? Да, умел. Он говорит, и это самое... И я думаю, можно попробовать на мандолине. Ну, что ж там? А, да главное, что там не то, что вот эта гармошка там двумя руками. Как? Думаю, я вообще не понимаю, как это делать. Я это собираю. Я только одну работу. Мне вторая мешает. Не могу я это делать. Ни на пианино. Я не понимаю, куда ее. И это самое, да, это не то. И это... Ну, там же держишь. И в школу пошла. А в школе там были эти мандолинки какие-то. И бабалаечки, по-моему. Я попросила Татьяну Михайловну. Я говорю, можно я немножко, типа, попробую. Пришла домой и так это самое... Как-то... Ну, не знаю, как у меня получилось. Как дала, так струна сразу и лопнула. Я и бела в газетку. Тихенько в школу прошла. Положила в шкаф. Будь здоровы. На это покой начинает. Так страшно стало и стыдно и обидно и все. Вся музыка. А как-то я в хоры все время участвовала везде. И в училище. Везде. Где только было. Где можно было. Когда-то Малайчук в деревне, когда работала в библиотеке, думала, что бы все на репетиции сюда. В костел все звал. Еще тут стояли, еще пели. Весело было, в общем. Какие фестивали все строили. И танцевала, и училище танцевала. И после даже в Германии, когда мы служили, он военным был. Служили мы два года. У меня сразу что-то... Я вот шла, они говорят, вы, наверное, танцуете. О, господи Боже. Ну, танцуй. Все, у нас ансамбль. Приходите. Ну, и два года там потанцовала. Нормально, в общем. Танцевала, пела, все это было. Ну, было. Ну, было. Теперь даже страшно как-то думать, что это все, все прошло. Миша, все перейдет. Ого. Действительно. Уже и идешь, и вот так вот уже бывает. Отъемы. Это все. Уже сосуды, наверное, что-то там проблемы. Ничего не знаю. Ну, в общем, ладно. Это некропольцы все. У вас, Мария Николаевна, золотые руки и творчая душа. Не только мелкое что-то такое, но мне и так нравится что-то. Восписи. Вот я сейчас попросили эту Эйфелевую башню нарисовала одним. Вот. Потом в детской комнате играла. Меня не просили, но я пошла эти стены все разрисовала. Там эти клошарики. Мне очень это нравится. Я люблю это делать. Вот. А потом баклейка в стойлок. Вот это в стойлок. Это для меня тоже такая была тушина хорошая. Там тоже всегда проводится много мероприятий. Там очень все интересное такое. Ну, какой-то такой вот творческая там обстановка такая. Там тоже все и плетут, и лепят. Чего там только нету. Вот. И я тоже там расписала эту баклейку, которая даже победили на небесах. Дали им за художественное оформление баклейки. Получили грамоту. Тут им так было приятно, потому что я хоть что-то там внесла в это. И двери ты там расписала. А, ну и двери, точно. И еще двери там огромные, огромные. Сколько там метров? Может, два с чем-то на тысячи. Ты с табуретки, наверное, не доставала? Не-не-не. Очень-очень большие такие двери. Двойная такая дверь открывается. Такая вот. Тоже там нарисовала. Но я из этого с куфра рисунки вот эти брала. Ну, свою композицию. Но из куфра эти клетки там бы такие вот. И тоже интересно мы там рисовали. Все хором. Я карандашом рисовала. Они мне уже помогали, раскрашивали. Кому там только, кто там не был, там все где-то свою цветочка, листочка кто-то там нарисовал. Вот. И это самое. И там вот еще сделали мы как-то праздники. Калядованье, потом багач, потом гуканье и... Что-то еще внизу. Думаю, забыла. Гуканье. Гуканье весны. Гуканье весны. Да. Гуканье весны. Ну, там еще, конечно. Еще одна таких вот собачку я нарисовала. А на таких досочках я еще птички рисовала. И это вот, когда мы гукали весну, там это все. И кто как? Кто с чего? И кто? А я им так досок кучу завезла. Вот эти птички тоже там. И там детали их тоже в этой коллекции. Ну, в общем, там Мариса Михайловна тоже интересно вот это все как бы. Ну, она не просит, она просто предлагает. А мы уже там стараемся. Каждый мастер что-то свое. Что-то. Кто вырезает, кто рисует, кто плетет, кто ткет. Вот. И сейчас у нее там тоже задумок, задумок. Она уже меня ждет. Хоть бы этот вирус этот закончился, чтобы можно было как-то включаться есть. Да, он закончился. Ой, не знаю. Наверное, с нашей жизнью. Ну, давайте будем думать, что оно закончится. Будем надеяться, что закончится. Вот тут еще у меня такая стоит, может кто не подходил. Вот это вот, как бы это фотографии. Но это все мои работы. У меня много-много работ на стекле. Я их не могу все носить. И я боюсь, они бьются, они разбиваются очень. Вот это на Славянском базаре первое место заняло. Вот этот букет. Это тоже свое. Вот это у Брестской крепости в музее находится. Вот это тоже в каком-то музее. В общем, есть у меня по музеям национальные музеи и художественные в Варшаве, и в Париже есть работы. В Париже много, даже по всему Парижу. Потому что я была в Париже, в Франции имею в виду, по всей Франции. А дочка ездила в Лион, там где Тремушкетера снимали. Вот туда, немножко южнее. Вот. И там она много. Я нарисовала, я тоже на стекле рисую. Им уже там много работ. И сколько могла, аж тележка поломалась, пока везла вот это все. То, во-первых, там надо же выставку делать. Так же, как и на Славянском базаре. Там надо, чтобы показалась выставка. А везти это как тяжело. Вот. Поэтому она там все-все распродала. Так что мои работы там по всему Париже. По всей Франции у ней. Вот. И есть много там их. Вот. Сейчас она ездила в Италию тоже. Там возила, чтобы тоже продала. В общем, я даже не знаю, где все. В Италию я раньше, когда еще в автопарке работала, мне заказали на кухню вот этот набор. Досочки, полкарчики, там эти лобчики, там вот это все. Я всегда так красиво и выразила кругом. А там, где еще свободно там нарсовала. И не помню, кто меня купил и повезли. Думаю. Потом со Швеции были тоже. Ну, компания такая приезжала. И в палацике тоже им всем поработки. Это небольшой такой подарила. В общем, везде, везде есть. Везде. Я даже не знаю, где нет. Так что вот эти вот. А тут у меня вот это колядовщики. Вот это тоже колядуют детки. Вот это Кобыловка. Это... Не Георгия, Георгия нету. Вот это Пилиповка. Вот тут бабки и ткут, и продукты. И Пилиповские ночки, и солочки. Короче, в общем, это Юлия, да. Вот это Юлия. Там такая легенда есть, что молодых хлопец на белом коне, в белом одене, с веночком. Едем вдох до речки, в речке золотые рыбки. Вот это я прочитала, и вот это написано. Ну, все, да. Вот интересно, просто для интереса. А вот вы цену сами накладываете по своим... Знаете, а то для меня такой вопрос, какой-то вот, как культура. Говорят, нарисуй картин. Я не знаю, сколько дай мне брать. Я миллионы няки не скажу. Вот, вот я. Я не ведаю. Я просто, ну, высую много. Вообще, я вот эти вот, которые у меня работают, я их не продаю, потому что это все как бы свое, и авторское, и выставочное. И я такие не продаю. Ну, если кому-то сильно там, ну, даже, мы тоже нарисуем. Вот эту мою хату. Вот, нравится людям моя хата. Я, ну, так это моя работа. Я ее, конечно, в себя не держу. Это я домашка вот тогда, для этих манеры рисовала. И она у нее хранится. Но она мне дает на выставке взять вот это. И у меня тут приходит одна. И все, а вот нарисуй мне такую точную. А она, что тебе моя хата. Ну, я, да. Мне только слуха. Я вот, объясняю. Завершенный аккорд. Уважаемые присутные, уважаемая царя Миколаевна, я вельми рада, что я сегодня присутничаю на этой встрече. Сустречи с вами. Это завсюди свято. Это завсюди зарад бодрости, позитиву, душевного здоровья, скажем так. Потому что, я думаю, что сегодняшняя наша встреча, я еще раз показала, что Мэрия Миколаевна – это вельми чулый, открытый человек. Человек с великой лидерой, до якого, когда только ты не звернешься, за все до нем окажет допомогу. И я вельми гонорусы, что знакомая с вами. Дякую вам за вашу творчость. И я так сама рада, что присутничаю на черговой вашей выставе. Потому что я уверена, что в этих выставах будет еще вельми-вельми много. У вас зараз вельми много вольного часу будет. И будет мягчимость творить и еще раз творить. И тому я вас веншую. И не только от себя, но и от нашей громадской организации, которую вы так сама примаете. Ну таки вельми великий унесок робите у працу нашей организации. И если кто не знает, то в 2018 году Мария Миколаевна была признана Женщиной года в Брестской области. И представляла нашу громадскую, Пружанскую районную организацию Громадского объединения Белорусский союз Женщин. И тому я хочу повеншовать и вручить вам вот такую грамоту за активный удел о работе нашей организации. Дякую вам. Я хочу пожелать вам сил, духовных, моральных, физических, здоровья. Продолжайте провести. Радую вас. На всему самого хорошего. Я желаю вам приглашать. Спасибо. Ой, Лузель, ой, Калина. Ой, Лузель, Калина. Песня. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...